привет я трибор тут у добряка вышел новый видосик называется я попал в долги надеюсь я никогда не почувствую это на своей шкуре но давайте посмотрим надеюсь будет весело и интересно погнали да как вы я уж боялся что будет весь такой ролик то что как будто закадровая озвучка увы ой точнее рад что нет сами поняли я тоже угодил в эту няшно ванильную трясину под названием кроссинг но сначала предыстория вообще до последнего считал и при удобном случае что свитч это бесполезная покупка а все кто ее купил тупые жополазы осуждаю хотя свитч тоже не люблю я вам больше скажу это выглядит еще тупее учитывая что я купил трехлетнюю консоль по фулл прайсу на закате ее существование почему закате разве свитч что-то новое анонсировала не слышал гений нахуй да еще и у всех моих друзей подтвердился свитч нормально потому что я в первую очередь ребенок жертва маркетинга а уже в понимаю я такое вторых сильная и независимая женщина но в этой женщина положительная сторона спустя три года свитч уже нельзя назвать планшетиком с играми уровня мобилок это уже полноценная игровая станция с крупными играми до по ведьмака dark souls так а только в них уже все поиграли давно на пока на плойке на всем остальном ну типа они нужны когда есть минималистичный симулятор жизни и ведь в наше время нормальную жизнь можно только симулировать вот миша грустно стало и в animal crossing начинаешь с ипотеки а потом общаешься об этом с синими животными что-то как-то через чур похоже на реальную жизнь как давайте по порядку первым делом игрок прилетает на необитаемый остров добровольно или два этих енота его похитили и за компанию тебе подселяют еще двух рандомных жильцов из списка антропоморфных животных в моем случае это было куала и няшными куала больше похоже на какую-то свинью со странным носом движонок так вот всем троим жирный енот сообщает что теперь мы будем строить и обустраивать остров под всеми естественно подразумевается что делать будешь все только ты остальной зверинец палец а палец не ударит разве что цветы полью блин вот это вот игра стоят 4000 да я извините меня не понимаю наверное что-то потому что это как-то дешево выглядит как мне кажется щами наверное любитель свитч заклюют да подметут ну и в окончании тебе как бы невзначай сообщат что за перелет и палатку тебе нужно заплатить всего-то 49 тысяч бачей ты не переживай заплатишь потом все с этого момента хочешь ты или нет но ты торчишь кредит капиталистическому еноту отдать долг можно либо местной валютой либо купонами купоны выдают почти за любое движение пукнул один раз вот тебе купон пукнет бы было бы так в реальной жизни а я был бы богат еще 10 и дадим в три раза больше поэтому с долгом ты очень быстро расплачиваешься но тут умелый маркетолог говорит тебе ты мне должен еще денег да а чё ты будешь палатке жить как лох давай мы построим тебе нормальный дом а то на острове тебе никто и уважать не будет естественно не бесплатно а если я не хочу и вот тут бац ты уже на кредитной игле потому что так будет продолжаться из раза в раз дом будет больше но и плата каждый раз будет увеличиваться причем купонами вот это дом делаться нужен именно кэш и вот тут у игрока открывается свобода действий можно понятно короче это какая-то ферма как в к было раньше бывать ресурсы ловить насекомых рыбу крафтить вещи и все это сдавать в здешний магазин где местные продавцы бегают за тобой по пятам лишь бы ты маргинальная личность ничего не украл блин они прям реально напоминают надоедливых продавцов-консультантов которые за тобой там ходят а ты такой да я только посмотреть также еще по воскресенье можешь купить репу цена на которую каждый день меняется и ты это чё форекс что ли можешь как выиграть так и прогореть короче вариантов много как именно зарабатывать каждый решает сам например я люблю вставлять рекламные интеграции но все любят кто-то любит поваляться на пляже блин такой корабе классный мне он нравится я хочу себе этого крабика с книжкой кто на стримы кстати приходить сегодня на стрим друзья так как обычно залипает в телефоне но у меня есть идея получше окнуться в захватывающий мир истории из приложения взахлёб если вы еще не в курсе что новенькое об это море развлекательного и познавательного контента от которого почти нереально оторваться у меня есть google там есть истории на любой вкус от коротеньких в формате чат переписки до настоящих текстовых сериалов на десятки эпизодов у меня есть google жанры тоже разные от романтики до хоррора есть истории для легкого чтения а есть те над которыми стоит подумать у меня есть google и все это в супер удобном формате кстати истории пишут и стоит наверно херу тучи денег а нафига это надо как пользователи самого приложения так и профессиональные сценаристы и многие из них доступны в аудиоверсии озвучка взахлёб это профессиональные актеры оригинальный саунд кинематографический звук и стойкое ощущение что все происходит по-настоящему есть стойкое ощущение что меня где-то боли как раз сегодня в приложении выходит новый аудиосериал дневник вампира клик опять вампир эти по ссылке в описании скачивайте читайте и слушайте а потом обязательно пишите в комментариях как вам не как на самом деле все в этой игре такое милое безобидное и экологичное в игре логично умереть вообще я даже больше скажу ник там экологичное умереть нельзя у на острове не скажет игроку грубого слова почти просто деньги будут тебя требовать как с ложка последнего грубого слова не скажет не все будут только хвалить да и вы тоже никого в игре убить не можете могу бегать топором размахивать на убить никак максимум ударить по голове с очком какой-то дэмэдж это осы пауки и скорпионы но это это никак не отобразится на игре только на внешнем виде персонажа на острове царит атмосфера безмятежности никто не что-то как-то странная вообще игра ничего здесь не заставляет делать даже тот же долг ты можешь выплачивать а можешь нет никогда 1 могу просто нафиг послать енота и забрать себе дом бесплатно вот это мне уже нравится это по нашему сроков погашения кредита тут нет все упирается только в твое свободное время и инициативу прокачки острова а прокачивать остров придется не один день и какая-то какой-то sims были даже не одну неделю потому что внутриигровое время привязано к настоящему то есть если за окном зима то в игре тоже будет лежать снег если но сделали тоже стемнеет магазины закроются а жители засыпают и был бы это еще vr люди наверное бы только там и сидели и даже больше если вы строите например дом или мост и вам говорят что постройка закончится завтра она реально закончится завтра нас а если я построю его в 2359 завтра начнется через минуту типа посольца так быстро неплохо следующий реальный день поэтому каждые сутки формируются жопа с дерева упала отдельные задачи по строительству обновляются ресурсы фрукты ассортимент товаров и тогда лописе одновременно позволяет не заигрываться долго так как сделать все дела можно заходя в игру пару разиков на полчасика час и спокойно забыть об игре до нового дня со временем подружишься со всеми животными и узнаешь и характер это очень странно звучит например мой любимый это вот этот медвежонок он тупо просто помешан на качалке из нормально он постоянно тренит и говорит как он недавно прокачал свой ловер медвежонок здесь вообще все на фитнесе постоянно делают зарядку и так далее то пора наверное играть по имел кроссинг хоть где-то я буду на фитнесе к вот одна секретутка изабель бухает уже с утра из-за чего постоянно засыпает на рабочем месте постепенно остров будет разрастаться на него будут приезжать новые же разрастаться с помощью мусора как в японии до животные причем некоторые причудливым образом он лежит в воде его еще и полили также будут открываться новые магазины и даже музей размером с сам остров куда можно сдавать насекомых рыбу разные каменелости музей размером с остров а где все остальное будет стоять и предметы искусства кстати про предметы искусства что ли вот эта лисиная падла на своем контрабандном кораблике продала мне подделку и когда я просто озверел я взял топор и пошел разбираться а он смылся так что будьте аккуратны такое лицо она прям говорит во всех его чувствах картинам и статуям стоит приглядываться а чё там а чё чему приглядывать что-то ничего не вижу animal crossing как бы намекает детишкам смотрите в оба иначе в безмятежные времена вас могут смачно наебать вообще сложилось ощущение что игра и сделано для того чтобы чтобы наебать конечно она тебя наебал с самого начала она стоила 4000 знакомить и в лайтовой манере объяснить детям причуды взрослой жизни как жить в кредит как работают биржи и спекуляции правда а вот это да это хорошо но и за 4000 в довеса к этому это что пол не важен и называть себя ты можешь как угодно игровой аватар вообще как говорится я и лошадь я и бык я и баба и мужик это косметическое да собственно как и все в игре 99 процентов предметов будут нерабочими это просто декорации иногда с небольшой анимации биотуалет на улице забыл по факту это просто песочница генератор собственного острова в котором всегда мир дружба жувачка в которой можно убежать одному или с друзьями и про не знаю по моему это звучит так что в итоге катаре я посоветовать игру всем нет вообще просто не увидит во всем этом никакого смысла и я тоже вижу смысла правы потому что смысла и в реальной этой жизни нет и есть мы просто его еще не нашли как и в игре каждый придумывает его для себя новушка не лично animal crossing прям очень зашла вот уже две недели я утром и перед сном погружаюсь в свои естественные делишки извращенец твою ж мать тебе 35 лет ну а вам я желаю не болеть не серьезный утренский лайк ну не знаю по моему видосик прикольно играть его это конечно же не буду мало того что мне не понравилось у меня еще и свеча нет ну как то так да но если вам понравилась моя реакция ставьте по ней лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии под роликом но с вами как всегда был ребор всем спасибо за просмотр всем пока